Введение бесплатного проезда объяснили тем, что электрички сегодня неотъемлемая часть транспортной системы Москвы и Подмосковья. Принятые меры особо важны для дачников и активных пенсионеров, для которых теперь открылись новые возможности. Многие пенсионеры сейчас ездят в Москву на лечение, к местам отдыха добираются. Но самое, наверное, радостное будет для тех пенсионеров, у которых маленькая пенсия, а достаточно недешевый проезд, скажем, на электричках. То есть они смогут увидеть своих внуков, детей, поехать на любимую дачу. А мне вот, например, хотелось бы съездить в Москву чаще, увидеть нашу красавицу Москву, которая изменилась в чемпионату мира. Льготы, которые вступят в силу меньше, чем через месяц, будут предоставлены не только пенсионерам. Проезд в электричках станет бесплатным для почетных доноров, детей из многодетных семей до 18 лет и для одного из родителей. В случае, если ребенок учится в УЗИ на очном отделении, то вплоть до достижений им 23 лет льгота также сохраняется. С 1 августа не нужно будет платить за проезд опекунам или приемным родителям, которые воспитывают ребенка-сироту, родителям или другим законным представителям детей-инвалидов. Одному из родителей-инвалида с детства, который сейчас получает образование вплоть до достижений им 23 лет.